Всем привет, меня зовут Арген Бахтабекулу, я журналист Центра журналистских расследований Медиахаб. 16 сентября на границе Кыргызстана и Таджикистана вновь произошел вооруженный конфликт. Это уже второе столкновение пограничников в этом месяце. Однако, на этот раз кыргызские пограничники заявили о том, что в военном конфликте участвуют гражданские лица, без каких-либо знаков отличия. Наряду с этим в таджикских телеграм-каналах и других социальных сетях начали появляться видео, где вооруженные люди в гражданском находятся в кыргызских селах, где горят дома, устанавливаются флаги Таджикистана. Позже пограничная служба Кыргызстана сообщила о том, что военнослужащие Таджикистана используют мирных граждан в качестве живого щита. Видео из социальных сетей это подтверждает. Об этом подробнее в нашем выпуске. Целый день в сети распространялись фото и видео из зоны боевых действий. Это преимущественно материалы таджикской стороны. На этих видео можно увидеть перестрелки, применение рахетных систем залпового огня, горящие кыргызские дома, захват кыргызской школы и таджикистанцев, находящихся на территории Кыргызстана. Вот, пожалуйста, телеграм-канал Ходжай Алло Офишел. Канал создан сегодня. Большинство снимков появилось впервые именно на этом канале. Далее телеграм-канал сообщает, что в местностях Масчох и Гулистан идет некое подобие мобилизации. На кадрах видно, как добровольцы делают записи и переодеваются в камуфляж. А на другом видео мужчина рассказывает, что у них есть все виды оружия. Пистолеты, автоматы Калашникова. Видео из того же телеграм-канала показывает, что гражданские тоже были вооружены и, скорее всего, принимали непосредственное участие в конфликте. Судя по разговорам, дело происходит близ Анклава в Варух. Пользователи соцсетей пишут, что это кыргызское село Аксай. Другое видео из того же телеграм-канала демонстрирует людей в камуфляже без опознавательных знаков. На форме нет шевронов и невозможно разобрать, в каком роде войск служат эти люди. К сожалению, пока не удалось идентифицировать их личности. В другом видео вооруженные люди рассказывают о захвате кыргызской заставы. Один из них говорит, что они повесили свой флаг. Кроме этого, граждане Таджикистана хвастаются и другими достижениями. Коллеги из политклиники установили, что захваченная школа находится в кыргызском селе Аксай, граничащей с Анклавом Варух. А эти кадры сняты в селе Максат, находящемся на северо-западе Баткенской области. Здесь граждане Таджикистана подожгли дома кыргызстанцев. Погранслужба Кыргызстана сообщила о применении ракетных систем залпового огня, танков и другой тяжелой техники таджикскими военными. Ракеты даже долетели до кыргызского областного центра города Баткена, который находится значительно дальше от зоны боевых действий. В результате ракетного удара возник пожар. О том, что в вооруженном конфликте на границе участвуют неизвестные лица, кыргызские пограничники сообщали два дня назад, когда на пяти участках границы были обстрелы. Тогда Кыргызстан заявил, что особая озабоченность вызывает тот факт, что в ходе перестрелок на таджикской стороне были замечены бородатые мужчины в черной одежде, стрелявшие без разбору и необходимости по мирному гражданскому населению, объектам инфраструктуры, жилым домам и иному имуществу граждан. При этом стрелявшие использовали гранатометы, минометы и стрелковое оружие. Уже через два дня вновь повторившемся конфликте в социальных сетях появились подтверждения слов кыргызских пограничников. Почему в приграничном конфликте участвуют вооруженные люди в гражданском, таджикские военные так и не прокомментировали. При этом главы спецслужб двух стран договорились прекратить обстрелы и обещали расследовать нынешний конфликт. Субтитры создавал DimaTorzok